Космонавт В скором времени буду готовиться к следующему погоду Я пришел в отряд космонавтов в 1998 году Был зачислен в отряд и с этого момента стал готовиться Тренироваться, учиться и готовиться к полету Первый свой полет осуществил в 2009 году На Международную космическую станцию В составе экипажа из трех человек Мы присоединились к космонавтам, которые находились на борту в 2009 году И впервые с нашего полета постоянно на станции Стало работать шесть членов экипажа Международных членов экипажа С всех агентств, партнеров, которые участвуют в проекте МКС Международной космической станции Провел я на борту 188 суток Выполнил полностью программу, научную программу И целыми невредимыми спустились на землю с моим экипажем В экипаж входил, помимо меня, входил представитель европейского агентства Фрэнк Девина из Бельгии И канадский астронавт Роберт Терск Следующий полет я осуществил в 2012 году Опять же, международный экипаж У меня в корабле, помимо меня, был еще представитель американского агентства НАСА И опять же, к канадскому мне повезло Два раза слетал с представителем канадского агентства Крис Хатвилд и Том Машбурн, астронавт НАСА Второй полет около 150 суток Уже точно не помню Вот, стартовал я в 2012 году Притемлился в прошлом году, в 2013-2013 году И общий налет у меня за два полета составил 333 суток Ну, чуть-чуть не дотянул до года В двух словах невозможно рассказать о том Как тяжело было готовиться, как к этому было тяжело идти Как долго я ждал своего полета Когда переходил из одного экипажа в другой Сначала готовился на шаттл Потом перешел, после катастрофы космического орбита Шаттл перешел на подготовку на российский корабль Вот, то есть это долгая процедура И в результате я около 11 лет готовился к своему полету Вот После этого, конечно, то, что я хотел увидеть Оно осуществилось Я улетел в космос Но вся красота, ее невозможно передать Весь интерес полета Самого, когда ты находишься на орбите Невозможно передать здесь в двух словах Потому что это надо находиться там И видеть эту красоту Красоту Земли Красоту неба Воды, океанов, бескрайних лесов Айсберги Очень много можно наблюдать в ночное время метеоритов Пролетающих рядом Или под нами Которые входят в плотность Красная атмосфера изгорают Вулканы Сход ледников И все такое, конечно, это впечатляет И это заставляет космонавтов летать в космос много раз Старт у нас был дневной Поэтому чуть раньше мы проснулись, чем обычно Утром После этого идет небольшая медицинская процедура Космонавтов обтирают спиртом Чтобы они абсолютно чистые Без бактерий Зашли в свои скафандры Для того, чтобы привезти на станцию микробы Различные организмы Бактерии После этого легкий завтрак Бульон Немножко сухарей Компот И после этого Нас отвозят В специальном автобусе космическом Отвозят на стартовую площадку Где проводят уже надевание скафандров Очень много специалистов сидит вокруг нас Помогает нам одеваться Контролирует, чтобы мы ничего не порвали Все правильно одели Нас одевают, застегивают Это единственный момент в нашей жизни Когда нас одевают Все остальное время мы сами одеваем Раздеваем и снимаем Одеваем скафандры И в космосе это мы делаем несколько раз И перед посадкой, и на земле тоже Мы сами снимаем скафандры И закрывают люк, говорят до свидания И мы остаемся в спускаемом аппарате И начинаем уже проверять все системы Включаем пульт Компьютеры Смотрим, как все работает Давление, атмосфера Состав атмосферы Готовность всех систем Докладываем на землю Земля сама видит Через наземные источники Все это в спускаемом аппарате И после этого мы еще где-то находимся Порядка полтора часа Сидя в скафандрах В такой позе Ждем старта Идет отчет Идет проверка герметичности отсеков Проверка заправки И после этого идет старт Конечно, момент старта Он впечатляет То есть К чему ты всю жизнь шел Наконец-то оно совершилось Ты дошел до этого Сохранив здоровье Натренирован И наконец-то ты сидишь В настоящем не тренажере О боевом корабле В котором ты сейчас Улетишь в космос И через 10 минут Будешь на борту Международной космической станции А в невесомости В космосе Момент, конечно Когда показывают по телевизору Все грохочет Земля трясется Но сидя внутри В спусковом аппарате В космическом корабле В ракете Ты не ощущаешь Этого грохота Потому что ты в скафандре У тебя работает вентиляция Тишина Герметично Все поэтому Только можешь ощущать Небольшие наклоны Ракета-носителя Как он медленно Начинает отрываться От стартовой площадки Небольшая вибрация Увеличивается И постоянное ускорение Ускорение Экселерейшн идет И так 10 минут Потом отходит Первая ступень Вторая Идет провал Опять потом ускорение Включается следующая ступень И вот такое движение Два раза происходит И когда ты прилетаешь уже В невесомость Через 10 минут практически Идет резкое торможение У нас еще есть такой Индикатор невесомости Традиционно Игрушки детей Мы берем с собой И они у нас Когда мы ускоряемся Постоянно Они натянуты Резинки И как только мы Долетели до невесомости Начинает летать Эта игрушка Это говорит о том Что наступила невесомость Мы в космосе Я открыл люк Перешел в другой отсек Вот там уже снял скафандр И начал крутиться Сальто крутить И мне так это понравилось Потому что Очень тяжело на Земле Понять Может ли космонавт На самом деле Себя хорошо чувствовать Сразу же Как он быстро адаптируется К невесомости Сможет ли он сразу Себя хорошо чувствовать Здесь можно на Земле Тренировать Вестибулярный аппарат Но это все равно Не помогает В невесомости Все по-другому В космосе Все по-другому Вот И есть такие космонавты Которые Были такие космонавты Которые до двух недель Не могли ничего делать Только из-за того Что у них было Очень сильное расстройство Они очень плохо себя чувствовали Поэтому они не могли работать И программа Космическая программа Не выполнялась В течение Двух недель Вот Слава Богу Что у меня все было хорошо Наверное Это передалось от отца То есть У меня отец тоже был космонавтом Вот Летал в космос Еще на предыдущих станциях Советских Вот И У него все было легко С этим Ни этих расстройств То есть Он быстро адаптировался К невесомости И соответственно У меня тоже самое происходило Когда начался старт Мы полетели вверх Ускоряться на орбиту Примежуточную Потом Когда мы Остановились на орбите И мы уже были в невесомости Мы уже были в космосе Наконец-то мы были в космосе И я Выглянул в иллюминатор И видел Что мы вращаемся У нас идет закрутка И постоянно Весь мир У меня пролетал Перед глазами Облачность Океаны Земля Горы Пустыни Вот И конечно ощущение То что очень быстро летим По сравнению с самолетом 8 километров в секунду скорость И Большая разница Полет был двое суток Мы двое суток летели До станции Ну как бы двое суток Она Не так далеко Сейчас вы знаете уже С прошлого года Мы стали летать Точнее Корабли стали летать В течение 6 часов Достигают станции После старта Вот То есть То раньше мы летали И все предыдущие космонавты На станции летали В течение двух суток Списывали фазу То есть Подбирали определенный угол Чтобы по баллистике Сфотовать с промежуточной орбиты Выстрелить И прилететь в точку Встречи с международной космической станцией Или с любой орбитальной станцией Вот Поэтому мы эти двое суток Завтракали Обедали Спали Переговаривали с Землей Вводили новые Уставочную информацию В компьютер Вот И когда мы долетели до станции Когда мы пристыковались уже То есть До этого я ее видел только в перископ В ВСК Станция как в компьютере Как на тренажерах Вот как Здесь есть Такие у вас В офисе Небольшие окна Вот И станцию я наблюдал А потом Когда я выглянул Когда мы пристыковались Я выглянул в окно Я увидел эту красоту Потому что Нет атмосферы Нет преломления Солнечных лучей И поэтому станция Как она есть Вся белая Блестящая Здоровенная просто И правильно вы говорите Как Ну С размером Расфутбольное поле Потому что В космосе Тяжело представить Этот размер Но По габаритам Конечно Это очень большая станция Необычайно красивая Блестящая И Даже бы Когда первый раз Прилетел туда В 2009 году Я бы не сказал Что только старая То есть И было там Порядка Девяти Самый первый модуль Был запущен Девять лет назад А Самый крайний Там полгода назад Допустим Вот И как бы Все Красота Вот эта Неиспорченная То есть Если бы это было На земле Оно было бы ржавое Уже Вот А тут Оно как Новое Следующий Такой Печатляющий Момент Был Когда мы Проверили Герметичность Переходного Люка То есть Люк между Кораблем И станцией То есть Когда мы стыкуемся У нас Образуется Герметическая Связь И после Этого Когда мы Проверяем Что Ничего не Вытекает Из станции Из корабля При этом Мы открываем Люк И переходим Сравниваем давление Между кораблем И станцией И переходим Станцией После того Как мы Двое суток Летали в корабле В таком Маленьком Пространстве Как в консервной Бочке Конечно Когда открыли Люк И увидели Наших Товарищей Которые Нас ждут Мы туда Залетели И летишь Бесконечно Куда-то Далеко Там объемы Достаточно Большие И уже Сами Помещения Сегменты Комнаты Модули Они гораздо Шире Есть где Полетать Покрутиться Потому что В корабле Тесно Плюс Минус Метр И ты никуда Не денешься Вот Тем более Втроем Там находимся И когда я открыл Я увидел Что яркий свет Из окон Сверху Сразу я понял Что потолок Потому что Как определить В космосе Потолок Или пол Или стены Просто посмотреть Где лампочки Находят Свет Светильники Находятся Сверху А значит Вот это потолок Все Я Относительно Как здесь На земле Потолок Сверху И полетел Вдоль пола К столу Прилетел к столу Вот Конечно Уже Вокруг стола Видно Что Космонавты Очень любят Покушать То есть Видно Что Если ты Пролил Неопытные Космонавты Пролетают Случайно Пролил Кофе Или чай Не заметил А эти Большие капли Вот такие Вот сколько Отлетело У тебя И не прилетели Ты пока Разговариваешь Она летит Раз На стенку Приклеилась И Все Засохло Вот Потому что Стенки Они Из-за такого Сделанного Материала Как ковер Как ковролин И сразу Впитывается И уже Невозможно Ничему Брать 3 и 3 Специальными Салфетками Не поможет То есть Пятна Остаются Поэтому Мы на эти Пятна На большей Вешаем Фотографии Или Какие Нибудь Инструмент Чтобы Не видно Было Потому что Мы очень часто Проводим Интервью Также Выставляем Свет Камеры И Работаем Со Студентами Или Что-нибудь Рассказываем В целях Образовательных Вот Красивый Чтобы Все было Чистенько А то Скажут Космонавты Грязнули Поэтому Вот это Ощущение Что Все здорово Космос Летишь Ноги в стороны Чтобы Не знаешь Как затормозиться Брейка нет Ручника Поэтому Разогнался Летишь Думаешь Сейчас головой Ударишься А панель Ноги Вставляешь Вот так Как тормоза И по стенкам Ногами Вот И там Все падает А сзади Летит опытный Космонавт За тобой И все поправляет Обратно Раз Ставит Это вот Новички Когда прилетают И начинают Такое делать Ну Поэтому Те Которые Уже На борту Станции Они уже К этому Привыкли Вот Ну Ощущение Да Что Станция Большая И Когда Уже У нас Кстати Был По моему Рекорд Мировой У нас Одновременно На станции Находилось 13 Астронавтов Было Три Союза То есть Три Экипажа Которые Прилетели На Союзе И еще Прилетел Шаттл Сейчас У нас Только Шесть Спальных Мест Как раз Сколько Членов Экипажа На борту Столько Спальных Комнат Ну Практически Все Дни Они Расписаны И Известны Заранее Уже До Полета Мы знаем Примерное Расписание Каждого Дня Течение Всего Полета И Программу Космических Экспериментов Тоже Мы уже Изучаем До полета За несколько Лет Начинаем Изучать Поэтому Где-то В среднем Половина дня Она идентична Предыдущим дням Почему? Потому что Основной задачей У нас Это Помимо Научных Экспериментов И исследований Это Поддержание Физического Состояния Своего Поэтому Мы должны Ежедневно Два Часа По расписанию Заниматься Физкультурой Перед полетом Врачи Индивидуально Занимаются С каждым Космонавтом И определяют Ему Что Ему Надо Тренировать И Уделить Внимание Особенно На какие Группы Мышц Вот Поэтому Ежедневно Выходные Праздники Будни Спорт Два часа Это минимум Плюс То, что Бывает Что мы В субботу В воскресенье Еще дополнительно Тоже Занимаемся Спортом Просто Это здорово Это полезно Потому что Через полгода Когда мы Приземлимся Мы Можем себя Почувствовать Очень плохо И Можно даже Умереть Если мы Не будем Заниматься Постоянной Скульпцией Земля Нас Может плохо Встретить Помимо этого У нас есть Обязательные Работы По обслуживанию Систем Проверка Работы Систем Это еще Где-то Часа Два Примерно В день На проверки Систем Контроль Ремонтно Восстановительной Работы Или замена Агрегатов Которые Уже Должны Выйти Из строя На новые Обслуживание Систем Это Система Жизнеобеспечения Обязательно Тоже Делаем Ну и Где-то От двух До четырех Часов В сутки Мы выполняем Научные Эксперименты Исследования Потому что Эксперименты Все дорогостоящие И Выполняются В космосе Потому что Там есть Определенная Среда Микрогравитация Вакуум Которая Позволяет Получить Материалы Или какие-то Исследования Сделать С новым Качеством С высоким Качеством Благодаря Вот этим Космическим Факторам Мне повезло Во втором Космическом Полете Я выполнял Работу Снаружи Станции Делал Космическую Прогулку Размещал Научный Эксперимент Новый Научный Эксперимент Большое Оборудование На поверхности Российского Сегмента Помимо того Забирал Образцы Предыдущего Эксперимента Образцы Различных Материалов Планшет Такой Небольшой В течение Полугода Или года Эти образцы Находились На поверхности Станции Для того Чтобы понять Как меняются Свойства Как меняется Качество Этих Материалов Которые Мы Выставили На поверхности В открытом Космосе Эти образцы Я забирал Оттуда Планшет Такой Как чемодан Складывал И потом Я возвращал На землю Чтобы ученые Уже посмотрели Ощущения Какие Первого Выхода Обычно Инструктора Которые Нас Учат Ходить В скафандре И выполнять Или иные Работы На поверхности Станции Перед выходом Предупреждают Что Смотри Мы тебе дадим Когда откроешь люк Выйдешь Выползешь По специальному Выходному устройству Мы тебе дадим 5 минут 10 Ты можешь Не торопиться Чтобы ты привык Потому что Не понимаешь Что все разные люди И как будто Будет страшно Но я прекрасно понимаю Да На самом деле Если бы это было На 25 этаже дома Я бы так вышел Я понимаю Что у меня сразу Полечу вниз То здесь Я прекрасно понимаю Что это Невесомость И что я Вниз Не прилечу К земле Сразу Я буду лететь С этой же скоростью Вокруг земли Как летит станция Плюс-минус Там может быть Пару сантиметров Быстрее Или меньше Все зависит от того Как я Плавно Работаю со всеми Если ты прекрасно понимаешь Что ты полностью Отдаешь себе отчет Что ты не психуешь Что ты просто В этой ситуации Контролируешь Эту ситуацию То ты понимаешь Что ничего с тобой Не произойдет На самом деле Если у тебя В скафандре Все хорошо Внутри То есть Давление штатное Аккумуляторная батарея Заряжена У тебя есть кислород Баллоны не текут То есть Нет разгерметизации То ты понимаешь Что тут может работать Сколько угодно Вот И Конечно тяжело Единственное Что замечено Что тяжело работать Длительное время Переходится Периодически Останавливаться Когда мы Влетаем в тень В ночь Лучше не перемещаться Лучше находиться На одном и том же месте И до входа в тень В ночь Ты должен прийти Сформировать себе Рабочее место И включив Лампочки Подсвет Свет Подсветку Камер Можно работать Ночью Вот Ночью лучше не перемещаться Иначе можно потеряться И камеры Которые контролируют Где мы Где мы находимся И передают Эту картинку На землю Они конечно Нас не зафиксируют Вот Почему я это говорю Что Сложность в чем Потому что Постоянно работаешь И Начинают пальцы Уже уставать Вот И все зависит от того Как ты хорошо Подогнал Под себя скафандр Если ты его плохо Подогнал ноги Не той длины Отрегулированной Скафандре Оболочки ног Или оболочки рук Вот То ты конечно Будешь некомфортно С себя чувствовать Бывает что Когда ты подогнал Значит Он Имеет одну форму Потом Когда ты начинаешь Наддувать Загонять давление Сюда Скафандр Расширяется Наддувается И ты можешь Провалиться В скафандре То есть Голова так будет Торчать Нос Это конечно Плохо Соответственно И руки ушли С скафандров Перчатки вот здесь Будут А рука будет здесь Вот так вот И получается Что ты полностью Должен вытянуться Чтобы что-то сделать Пальцем Это большая сложность Если у тебя Неподоганный скафандр Неправильно Ты его сделал Под себя Потому что он Многоразовый Он Под всех Космонавтов Делается Скафандр И каждый В зависимости от роста Космонавта Он регулируется Накануне Перед выходом Или за пару дней До выхода Ты должен полностью Прегулировать скафандр Ну просто Она Чуть-чуть Может быть больше И красивее Потому что нет атмосферы Мы видим ее Прямо в настоящем цвете Какая она есть Вот И земля тоже зеленая Просто когда пролетаешь Отпустился И так летаешь Как первый космонавт Леонов над землей Ничего не ощущаешь Ни ногами Ни руками Просто на двух веревочках Висишь И такой Ух ты Как здорово И еще угадываешь Не все космонавты Могут угадать Где ты летишь сейчас А я говорю Я вот легко угадываю Сейчас мы пролетаем Буэнос-Эйрос Или там Пролетаем в Австралию Вот сейчас Сиднеил подлетает То есть Еще можно так Немножко Это говорит о том Что человек психологически Настроен нормально И не волнуется Вот То есть Как бы Всегда хочется Вспоминать этот момент Выход в космос Работу за бортом станции Как Ну потому что мы полгода В станции сидим В одном месте Вот как вы будете здесь сидеть В офисе Да Полгода Иногда хочется на балкон выйти Даже с этой точки зрения Хочется выйти куда-нибудь Сменить обстановку Метеорит поймали мы Сидели вечером Смотрели в иллюминаторы Снимали земли И увидели Что летят Параллельно с нами На расстоянии метров 20 Летят Очень много таких капель дисперсных Много-много капель Какой-то жидкости непонятной Летят Причем В разных направлениях Некоторые И одна группа летела Параллельно с нами Начали смотреть откуда Это включили все камеры внешние Очень тяжело было определить Потом нашли иллюминатор Откуда мы увидели Откуда утечка идет Скорее всего Произошла разгерметизация Системы обеспечения Термостатирования В американском сегменте Вот И пошла потеря Типовносителя Очень хорошая Быстро Начала теряться Вот Они закрыли контур Один Потому что у нас все резервировано В космосе Закрыли основной контур Уменьшили количество нагрузки Вот Для того, чтобы охлаждать системы Вот И делали ВКД Делали EVA Американцы выходили Партнеры наши выходили И смотрели Откуда идет утечка И меняли радиатор Меняли какой-то григад Который Который Пробить обшивку станции В этом случае Мы Обучены Нас предупреждают Что Ребята Будьте готовы Через некоторое время К вам прилетит метеорит В вашу зону Примерно Ваши траектории Совпадают Поэтому Будьте готовы Прыгнуть В скафандры Спуститься В свои Спускаем Эти союзы В корабли И быть готовым Астыковаться От станции То есть Все, что больше Сантиметра Метеорита И больше Это все Пробивает станцию Насколько Поэтому Мы всегда Живем там Работаем Но всегда думаем О том Что в любой момент Мы должны Эвакуироваться Мы должны Прыгнуть в корабль И улететь на землю Вообще На станции Процесс интересный И есть очень большой Богатый опыт У всех партнеров Пилотируемой космонавтики По подбору экипажей С точки зрения Психологии Наскосмонавтов Астронавтов Отбирают Уже специальные Тесты Проходим Которые тесты Показывают Способны мы Жить в новом коллективе Способны ли Общаться С новыми людьми С другими Национальностями И как мы Вообще Коммуникабельны Или нет На отборе Еще в отряд Космонавтов Мы такие тесты Проходим Потом Когда за 2,5 года Формируется Экипаж Которым Которым Предстоит лететь На полгода И больше Опять же Психологи Нам помогают Сформировать Экипаж И экипаж Сформируется Из личностей И людей Которые Подходят Друг к другу Определяется Кто-то лидер Кто-то наоборот Готов Помогать Лидеру Или еще что-то Вот такая Комбинация Людей Персоналей Она позволяет Сформировать Правильный экипаж Ну а так Я сказал Что мы уже Изначально Отбираемся Такими нормальными Мужиками Людьми И женщинами Тоже в том числе Вот что мы Можем Общаться со всеми И поддерживать Любой разговор И не конфликтовать То соответственно Это все вместе Позволяет Полгода провести На станции Без Драк Без Конфликтных Ситуаций Но в ближайшее Время мы еще Будем продолжать Эксплуатировать Международную Космическую Станцию Для того Чтобы полностью Подготовиться К перелетам К другим планетам И отработать Технологии И материалы Используя Гравитацию На станции Для того Чтобы Использовать В дальнейшем На других Станциях При перелетах Вот Поэтому До 2020 Года Однозначно Станция Будет существовать Будет проводиться Дальше Исследования Эксперименты Полеты И после этого Уже планируется Я поддерживаю Эту точку зрения Как все партнеры Практически договорились И будут двигаться В одном направлении Это полеты На ближайший Спутник Земли Это значит На Луну В дальнейшем Освоение Луны Других частей Луны Потому что Мы знаем Уже в 70-х годах Луна была Исследована Только определенные места Есть Подозрения И Есть Идеи Такие Чтобы надо Еще обследовать Некоторые другие районы Потому что Там есть Другие Ископаемые И возможно Вода Еще что-то Изучить Это Этот вопрос Насколько известно Там есть еще И базальтовые Различные Пещеры И в этих пещерах Есть идея Разместить станции То есть Перелететь туда Разбить там станцию Какая станция Тоже еще есть Различные варианты Этих станций Предлагаются Специалистами Предлагаются Ученым Предлагаются Коммерческими Коммерческими Компаниями Разместить станцию И ее уже Использовать Для того Чтобы лететь К другим планетам Ну Опять же Лучший вариант Это размещение Станции на планетах И в частности На волне Потому что Там не такое Притяжение И не надо Потратить очень много Не нужно тратить Очень много топлива Для того Чтобы стартовать Оттуда К другим планетам Потому что Отсюда это тяжеловато Очень много топлива На современных двигателях Это Пока что Сложно сделать Никто не дает гарантии Что мы отсюда Долетев до Марса Вернемся обратно Если есть Небольшое сомнение То Это сомнение Не позволяет Участвовать человеку В этом перелете На Марс И обратно То есть Только автоматический Перелет Позволит нам Понять это Ну Размещение на Луне В первую очередь Это размещение на Луне Радиолокационных станций Которые будут Постоянно поддерживать Связь между Экипажем Летящим дальше В космическом корабле Передача Телеметрической информации Передача Какой-то Компьютерной Информации Уставок Уставочной информации Компьютеров Вот Поэтому Я думаю Что в ближайшее время Это будет Луна Хочу пожелать Всем Молодым Людям Республики Болгария Чтобы Если у них есть цель Приложить свои усилия Или поучаствовать В этом проекте Или Ну вообще Как бы Есть мечта о том Чтобы участвовать В космических проектах В космической отрасли С удовольствием Будем рассматривать Эти предложения И готовы Вас увидеть На борту Международной космической станции Для того Чтобы вместе с вами Помочь вам Реализовать Ваши интересные идеи Редактор субтитров А.Семкин